еще раз здравствуйте дорогие телезрители в эфире рубрика консультирует психолог и я ведущая анна гончаренко давайте на чистоту как часто вы отвечаете да все нормально в тех случаях когда все совсем не нормально это является проявлением пассивной агрессии которая сама по себе является деструктивным чувством и сегодня мы обсудим механизм возникновения пассивной агрессии и не только с медицинским психологом первой категории ольгой баташевой ольга здравствуйте раз давайте сразу к делу расскажите пожалуйста в принципе что такое пассивная агрессия это подавление злости и гнева просто в двух словах можно объяснить когда человек не может выразить свои эмоции по каким-то причинам открыто да он их подавляет он их подавляет а потом начинает вести довольно таки странный образ жизни и относиться к тем людям которые находятся рядом с ним тоже таким странноватым образом и бывает так что человек рядом находится и не понимает что происходит чувствует себя некомфортно неуютно неудобно предъявить то ничего не может вроде бы как не претензий никаких не было вроде бы не обижал никто но здесь можно пример привести например а игнорирование то есть правильно я понимаю что пассивная агрессия возникает взамен активной такой знаете открытой агрессии тогда когда человек ну например в силу своего воспитания дали каких-то установок не может открыто до пойти на конфликт но при этом этого искренне хочет да то есть какой-то протест конфликт внутри него все равно есть и он пытается это демонстрировать да вот это массивная агрессия правильно но здесь еще такой момент например если у тебя деспотичный начальник и ты не можешь ему ответить естественно ты будешь в себе подавлять эти эмоции но тебе же и потом нужно будет их каким-то образом реализовать да ну ты подавила их и что потом дальше ты же чувствуешь себя не очень хорошо и потом образ жизни то начинает меняться люди которые рядом с тобой находятся они начинают от этого страдать ты начинаешь вести себя странным образом люди не понимают что с тобой происходит даже порой сама можешь не понимать что с тобой происходит почему ты себя так ведешь но эти странности они очень бросаются в глаза то есть это не экологично прошу прощения что перебила и для того кто выражает пассивную агрессию и для тех кто является свидетелем до этого сильно кто рядом находится конечно может быть еще какие-то последствия есть пассивной агрессии то есть мы не понимаем да как с этим человеком элементарно строить отношения последствия то во первых здесь разрушаются семьи ссоры я возникают контакта конечно люди начинают ненавидеть друг друга при этом они не понимают что происходит то есть если мама покупает сотовый телефон своему ребенку а потом вдруг каким-то образом ребенок не соответствует ее представлениям об учебе мама подходит забирает этот телефон это тоже уже идет пассивная агрессия наша забрали телефон молча не предупредили ребенок причины не знает что он сделал да ну плохо учился но это разве причины наказание за что-то конкретно а для чего тогда нужно было этот телефон покупать давать мама прекрасно знает способности своего ребенка она прекрасно понимает что рано или поздно будет двойка будет тройка будет пятерка и получается что если у него пятерка то он значит будет им пользоваться если двойка не будет а здесь опять назревает наши прошлые до темы я хороший я плохой она все вытекает одно из другого и пассивная агрессия она как раз здесь будет присутствует потому что поведение этого ребенка с каким будет дальше вот он придет в класс ему же нужно будет агрессию свою куда-то деть заходит девочка в новой красивой школьной юбки и чё ему говорят и могут сделать комплимент какая красивая у тебя юпан если ты похудела килограмм на пять может быть она еще лучше на тебе смотрелось там или подошла подружка и горит ой ну да прикольно у тебя привит наверное все секонд-хенды обошла что это как не пассивная агрессия либо сарказм опять же да вот сидят без этого мы уже перешли получается к непосредственно видом до пазала обедом до пассивной агрессии сарказм полкости да сарказм тоже очень интересно когда сидят беседует и очень часто сарказмом пользуются старшие братья мужи я отцы ну вот эта фраза например ну если ты такой умный вот и нам сейчас здесь все и расскажешь да то есть это сарказм это пассивная агрессия игнорирование очень мне нравится в отношениях наверное очень часто бывает это так здорово когда жена не может добиться от мужа вообще ничего вот лежит он в телефоне в гаджет и там что-то играет она пожалуйста прикруйте экран пожалуйста подключи воду пожалуйста это сделай и ходит и ходит вокруг него но действий нет никаких он ее игнорирует хорошо если он ее игнорирует и при этом слышит но сам страшно если он ее вообще или даже и слышать не пытается но и тут она начинает срываться и повышать уже голос да да что ж такое мне там ребенка купать пойди сделай пожалуйста мне вода нужна и он вот и чё кричишь ты чё на меня голос повышаешь пассивная агрессия пожалуйста так хорошо как здесь тогда правильнее поступить вот предположим муж нас не слышит от пассивной агрессии перейти к активной ну точнее корректно конструктивно это высказать да и учиться отлавливать себя на пассивной агрессии ох как здорово я взяла книжку дала по голове если честно а для чего жить с таким человеком который тебя не слышит но первые разы это же не всегда были заканчиваться ударами или разводом я думаю если человек один раз так поступил второй раз так поступил то это будет и в дальнейшем так и здесь есть выбор человек всегда может выбирать так как он хочет жить либо он мирится и продолжает жить с этим человеком прекрасно понимаешь что он будет дальнейшем так себя вести по отношению ну например к женщине либо она просто ему однажды говорит значит так со мной так поступать нельзя и если это будет продолжать она может от него уйти это конечно слова это очень легко говорить если там я как раз предострашиваю все-таки да если перейти к жизни они всегда будут распадаться семьи из-за того что муж не слышит и жены не будут на эту тему очень много можно рассуждать когда девушка выходит замуж она всегда видит звоночки но она просто их игнорирует здесь либо жажда прям выйти замуж очень прям хочется да либо мысли о том что если я сейчас замуж не буду то я уже никогда не замуж не хочется просто зону опять же хочется просто замуж а может быть уже возраст такой что уже замуж нужно выходить давайте тогда вот так спрошу нужно ли правильно понимая себя в том числе отлавливать на проявлениях пассивная агрессия нужно надо как корректно агрессию выражать корректно берешь и сама идешь прикручиваешься этот кран и не нарываешься и тебя никто не игнорирует просто если ты знаешь человека с которым ты живешь ты не будешь допускать таких ситуаций либо если ты действительно хочешь нарваться и спровоцировать его ты прекрасно будешь знать на что ты идешь так хорошо а в других ситуациях получается мы открыто говорим что нас не устраивает или чтобы доброго не нарваться на конфликт это не говорим вовсе но делаем выводы так хорошо как реагировать на пассивную агрессию лучше никак не реагировать потому что будет скандал пассивная агрессия тем и страшно что она завуалирована ведь это все-таки агрессия да это злость это гнев который находится внутри человека рано или поздно вулкан взорвется давайте пожалуйста ну грубо говоря вот загибая пальцы тезисно поговорим о проявлениях пассивной агрессии хлопаем дверями игнорируем молчим то есть такой бойкот это один из самых жутких проявлений пассивная национальное насилие уже рада это уже прям очень тяжело и детками переносится и взрослыми что дальше ну забирать опять же гаджеты ну это ладно когда с ребенком ты покатаешься свою власть показать но какую власть и показываешь если ты забираешь телефон у своей жены да опять же пассивная агрессия будет проявляться в сарказме также как вот мы говорили вначале шутки голкости да и да да ты будешь задевать человека игнорировать будешь еще пассивная агрессия есть проявляется когда с тобой человек разговаривает а ты делаешь вид что ты его слушаешь при этом говоришь да 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 а на самом деле там в одно ухо влетела в другое влетела это уже обесценивание то есть если ты с ним делишься тебе да 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 но при этом потом следует фраза зачем тебе это надо да 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 чё-то заморачиваешься это тоже пассивная агрессия я вас поняла в общем все оказалось немного как обычно интереснее да чем может показаться на первый взгляд и очень просто и очень просто да ольга ну еще раз спасибо что сегодня были с нами и поделились такой важной и интересной информации всего доброго